Злата Леонидовна Огневич, артистка украинской эстрады, участница конкурса Евровидения 2013. Будущая певица родилась 12 января 1986 года на севере РСФСР в городе Мурманске. При рождении девочка получила имя Инна Леонидовна Бордюк. Отец Леонид Григорьевич Бордюк занимался военной хирургией, а мать Галина Васильевна Бордюк преподавала русский язык и литературу. 5 лет семья прожила на берегу Баренцева моря, после чего отца перевели в Ленинград. В северной столице семья прожила недолго, так как вскоре на семейном совете было принято решение о переезде на юг в Крым. В судаке маленькая Инна начала заниматься музыкой, игрой на фортепиано. После развала СССР отец девочки пошел служить в МВС, украинная мама занялась бизнесом. У Инны есть младшая сестра Юлия, которая учится сейчас на юриста. После окончания школы Инна поступила в музыкальное училище имени Глиера и переехала в столицу Украины. Когда пришло время выбирать вуз, девушка поступила сразу в два высших учебных заведения, в музыкальный институт по специальности, джазовый вокал и в национальный авиационный университет на факультет психологии. Помимо учебы Инна успевала работать в государственном ансамбле песни и пляски ВС Украины, а также стала солисткой небольшой музыкальной группы, выступающей в стиле латино. Окончив музыкальный институт, девушка поменяла имя на творческий псевдоним Злата Огневич и стала выступать с сольными проектами. Но для настоящего успеха артистки не хватало участия в конкурсах, поэтому целью Златы с самого начала музыкальной карьеры стало участие в видеоконкурсе Евровидении. В 2010 и 2011 годах певица становилась участницей и финалисткой отборочных национальных туров, но каждый раз уступала своим соперникам. Помимо сольной карьеры Злата засветилась в качестве наставника коллективного проекта «Битва хоров» 2013 года. Подопечные певицы это Донецкий хор заняли второе место. В 2014 году Злата Огневич решила попробовать силы в политике. Артистка становится народным депутатом Верховной Рады от фракции Олега Ляшко. Злата занималась вопросами творчества, культуры и духовности, но проработав в законодательном органе меньше года, певица снимает депутатские полномочия. Увидев изнутри политическую кухню, девушка поняла, что ничего кроме перераспределения власти и денег там не происходит. Девушка скрывает сведения о личной жизни. В 2016 году певица рассталась со своим молодым человеком, который служил в войсках АТО. На сегодняшний день у нее нет молодого парня, поэтому она и собственно и пришла в проект «Холостячка. Второй сезон». А найдет себе она любовь на этом проекте или нет, узнаем совсем скоро.